Приветствую вас мои дорогие друзья, смотрители моего фильма. В этот раз для вас я залез на самую высокую гору города Владивостока. Простите, имени не знаю. Я нарушил два правила народной мудрости. Первое, умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. И второе, я зашел туда, где Макар телят не пас. Но, на радость вам, я снимаю этот фильм. Теперь вы можете увидеть глобальную панораму города Владивостока. Кстати, посмотреть его с высоты крокодилового полета. И посмотреть, на какой далеко не равнине он расположен. Вот эти горы никак нельзя назвать равниной. В итоге мы придем к соглашению, что город Владивосток горный. Стоит на сопках, на горах. И, значит... Ну, сейчас уже осень, не лето. Зелени, вы видите, мало. Я тоже вижу, ее не вижу. Поэтому гораздо больше... Лучше видно город, когда нет зелени. Зелени его не закрывают. К тому же гора лысая. Деревья здесь похожи... Вот, судя сейчас по кострищу, которое вы увидите. Дикари города Владивостока сожгли. Вот, видите, кострище. Сожгли, делая шашлыки. Поэтому гора лысая сейчас. Сейчас еще один раз обозрим. И пойдем с вами выше в гору. Чем выше в гору, тем меньше дров. Вот кострище, на котором дикари Владивостока сжигали все деревья для изготовления шашлыков. Шашлыки, наверное, были вкусные, потому что воздух здесь чистый. По горам здесь ни один автомобиль не ходит. Хотя есть дороги, утоптанные колесами. Туда ниже чуть-чуть. А здесь вот наверху только козлячьи тропы для архаров. Ну, козлов в человеческом обличье. Вот сейчас я иду дальше, чтобы показать вам город, даже центр города, так называемый. Вы увидите, это вот Амурский залив, естественно. А теперь вот сейчас мы с вами поднимемся уже точно на самую высокую гору, точку, то есть горы этой, пик, так называемый. И здесь мы увидим центр. Вот бухта Золотой Рог, с мостом, мост на русский даже видно. Это вот я вам показал в сторону Тихой, в сторону Баляйки, площадь Баляева, в простонародье Балалайки. А вот это вот уже центр. Вон вышки телевизионные, опора мостов, вы наблюдаете, я тоже. Вон на русский пилоны торчат. И хорошо, очень хорошо виден Амурский залив. Вот кратер, самый главный кратер этой горы. Понимаете, сейчас эта гора спит, извержений на сегодняшний день не предполагается. Поэтому я спокойно буду снимать для вас фильм. Далее у меня будут тут встречи. Вы увидите. Это мое виртуальное тело гуляет по пикам этой горы. По пику этой горы. Вот я иду по горной треве, по которой даже козлы не ходили, потому что они уже давно не водятся в городе Вальево-Востоке. Ну разве что такое в человеческом обличье. Вот травка. Вы видите травку, которая превратилась в сено из-за периода года. Осень стоит на этой горе. Это я иду в другую сторону горы. Она, в принципе, не маленькая. Вот по утопной горе, видать, не один я тут ходил. Много народу ходило. Ну не жили и протоптали трупу. То значит было много народу. Сегодня вы сейчас тоже увидите. У меня были тут неожиданные встречи. Вот, 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 вот вы сейчас увидите. А это вот расщелинные в скалах. Оп, вот мы и встретились. Мы встретились с такими же, как я. Людьми, которые умом, похоже, не блещут. Собака тоже не умная. Какого вот черта она забралась на гору. Чего ей по городу не ходилось. Ну, это две хозяйки этой собаки. Они умные, как я. Залезли в гору. А делать нечего. А вот здесь, в этом расщелине, я спускаюсь. С опаской, конечно. Я не боюсь, но опасаюсь. Потому что неосторожный шаг может обернуться катастрофой. А вот это, друзья, я вам показываю снег. Снег. Два дня назад у нас снегопад был. Это 18 ноября, кажется. Сегодня, потому что 20-е или 21-е. Я от счастья не помню. Но выпал снег. И вот здесь, в горах. Потому что поближе к солнцу. Чем ближе к солнцу, тем холоднее. Снег не растаял. Вот и еще два горных человека. Владивостокские жители – это своего рода горцы. Я, когда приезжаю в Сибирь, на родину в гости, где совершенно ровное место, я через неделю начинаю скучать по сопкам, по горам. Мне непривычно ходить по ровной поверхности. Вот я и скучаю. Но ничего, все равно уеду в деревню. На зло врагам привыкну ходить по ровному месту. А вот видите, ну это вы, это я сам не ожидал. Представляете? Вот какие своеобразные люди во Владивостоке живут. На велосипедах по горам катаются. Вот он, видите? Вот это прикол. Ну все, друзья, я вас веду в расщелину. Вот здесь большой город, пещера. Здесь жил древний человек Никита. Видите? Вот, вот его он оставил, тут вы видите, сейчас, сейчас вы видите, он оставил вот автограф свой и свое сердце. Здесь он жил несколько тысячелетий назад. Вот еще раз посмотрите, ой, это потомки Никиты. Отираются тут около его жилья. Наверное, хотят востребовать от жилья. Ну, а вот по этой трубке, козлячей, я буду спускаться вниз. По крайней мере, я намереваюсь. Вот я уже, видите, половина и спустился. Это я снизу вам показываю. Вот тут на полгоре я прошел, а здесь вы видите следы бурной деятельности цивилизованного населения города Владивостока. Сейчас вы еще больше увидите следов деятельности цивилизованного человечества, которые, ну, явно не гринписовцы, а гринкаковцы. Вот, видите, что-то не доели, потеряли ложку, вот пробочку, которой напитки закрывали, вот эти. Все бросается. У нас принято так. Где поел, там и нагадил. И теперь я плавно начинаю спускаться. Вы видите, как я вот здесь, я рисковал свалиться в эту лужу. Но я очень осторожно, цепляясь за траву почти зубами, чуть ли не зубами, я спустился. Здесь было очень скользко. Сапоги у меня без шипов. Поэтому я спустился, с радостью пошел по этой цивилизованной дороге. Но пошел я не в эту сторону, я пошел в другую. И здесь я вам с радостью показываю следы цивилизованной жизни. Как это называется, я вам, конечно, не буду напоминать. Вы сами догадаетесь. Вот, вот оно. Продукт деятельности нашей цивилизации. И все это находится на вершине горы. Это ноу-хау у владивостокских жителей. Они сейчас весь мусор свозят наверх на горы. Потому что все равнины, ровные места уже заполнили мусором, отходами жизнедеятельности человечества. Теперь остались только горы. И вот они их усиленно заполняют. Вот подтверждение. Смотрите и радуйтесь, друзья. О, это вы догадались, что можно посидеть, отдохнуть. Но я пошел вниз к цивилизации. Потому что я уже полдня лазю по горе. Сейчас у меня будет довольно-таки интересная встреча. С братом нашим меньшим. Вот этот братишечка мохнатый встретил меня очень радостно. И что-то сильно много мне говорил на своем языке. Но я его не понял. Я пошел еще ниже, потому что мне нужно было уже возвращаться в ряды цивилизации. Вот это я не понял, как это называется. Или стоянка, или мусорка. Но это тоже почти на вершине горы. Птички здесь живут, вон видели, вылетело. Вот здесь вот даже сейчас вы увидите, кто меня, что эта собачка могла стать виновницей большой трагедии. Вы могли бы и не увидеть этот фильм. Представляете, я с опаской отскочил на целых 3 метра. Но кот безопасный. Он меня пропустил спокойно, и я пошел. Спасибо, друзья. Фильм мой заканчивается. Теперь вы увидели мои видео.